всем привет продолжаем разбор вчера я записывал разбор карма пикси первая игра сегодня карма пикси вторая игра опять они играют оба за немцев карма катает за герман горинг салон пикси на романе мара и так романе мара автопушки раз два три 4 5 5 отрядов пехоты на а пионеры огнеметчики и немножко мясо да очень много пехоты далее здесь пионеры на б как я стал идеальный отряд да и немножечко гренов гренов что-то прям совсем мало 12 человек с лучкой прям не по пикси ски опасно раз два три четыре танков на а да мы видим что танков здесь навалом на б танков не так много и на c совсем нет то есть это будет такой прям очень местная стадия а два пулемета на а но это для пикси теперь стандарт панза шаг вот самый странный аппарат 22 хорошая штука на самом деле стоит дешево да и чуть у нас пт-шка 2 резиты а б тут все принципе также мы это примерно видели в игре с с твесли да то есть это заготовочка получается или это было него если не важно герман геринг герман геринг баланс чего еще раз баланс герман геринг баланс окей c одна карточка для баланса мало на б 2 карточки что странно да это у нас панзор греновер панзор зачем карме две карточки но б непонятно 1 2 3 4 4 карточки на а много особенно для баланса да понятно что пионеры но маловато до их но все равно 4 карточки с учетом того что один из них рзац довольно много теперь по танкам раз два две карточки на а опять же мало на б карточка и на цену тут все вроде неплохо штурм тигр на б пулемет пулемет гриль опять этот самый в прошлый раз он вроде как не сыграл вместо этого можно выводить панзор 3 н который так или иначе хорош ну в общем не перестаю я критиковать гриль вот не нравится мне до панзершрек пак 40 пак 42 на а то есть вот в этим 6 пак 40 это считайте вместо танчиков да будем сидеть что в принципе довольно неплохо современной мете пак 40 наверное идеальная пушка что может быть лучше чем пак 40 до сковородка на а то есть к этим двум карточкам более-менее и на б у нас опять пак 40 сидим первую стадию сидим вторую стадию на на c пытаемся уже как-то рулить опять же смотрите в количество взято да т-34 раньше всегда было в деке да потому что это был хороший танк сейчас его просто в деке нет вот много пво на а на б тут вот еще такие штуки в общем дофига крепкая надолгою созданная дека истребителей нет вообще есть только пт юнкерс вот так вот быстренько мы посмотрели на деке теперь заходим смотрим игру нет вот карма пикси часть 2 поехали деке стандартные да хорошо собранное все у них нормально карта у нас больше такая для средних танков как вы понимаете да тяжелые танки здесь применять крайне сложно кстати пушечки применять не просто многие места хоть и являются откровенно такими пушечными да вот как вот здесь вот очень пушечное место да или вот здесь вот часто ставят пушечки сюда да вот здесь но они все рвутся пулеметами до дистанция километр пулемет даже максим ну делает больно вот поэтому это карта обычно средних танков средние танки на километр работает всегда идеально очень хорошо друг друга там давят мочат валят и так наезжает кстати я не понимаю как карма будет на балансе здесь отбрихиваться честное слово да даже в оборону встать я думаю здесь будет очень непросто очень непросто но кстати карма довольно часто на этой карте берет баланс и сидит нет не баланс берет он обычно просто сидит долго вот по поводу баланса честно говоря не помню в тех играх был ли баланс или не был но в обороне он здесь довольно часто отсиживается а это видели хорошее развертывание здесь здесь нету пак 40 со старта труппины автопушка здесь у нас автопушка эрозации ждал в папку или че зачем так по дороге рассеялся хорошая группировка здесь и очень мощная группировка здесь что странно для кармы обычно он этого не делает здесь можно было пока не приехала бронегруппа из пт-шек автопушечками немножечко посадить вот он контент контролить начинает высаживать быка здесь разаться постреляли пулемет сейчас все это здесь падает тут два пулемета должны принципе справиться и бронегруппы ей до здесь 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 нормально тут контролит спв-шку видите пострелял отходит живой высадил немножко быка просто стоящих пехоту нормально вот входит неплохо до стреляет еще у нас тоже всаживает быка опа хорошо забрал я сейчас соло заберет ее то это будет хорошо а если не заберет то принципе карму считаете выиграл так две креветки тут же выбамливается пулемет потому что он тут не дает жить я один пулемет уже забрал второй вот не забрал но креветки на такой дистанции под хорьком имеют тотальное преимущество так здесь спв-шки надо как-то контролить потому что только приедет с 22 не сразу заберут сюда преимущество здесь вот смотрите вот так вот если бы он знал то сейчас бы просто забрал точку огромное это мея подкреплений надо 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 карме здесь вот кататься и настреливать потому что здесь может все упасть смотрите нету обороны вообще на то есть пикси играет такими блабами двумя и атакует в очень агрессивном стиле не пытаясь даже защищаться на эти блабы в одну сторону другую сторону никакой защиты только блабы блабы блаб 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 я такой-то гриль ну как вы понимаете все закончилось т4 на такой дистанции все это разбирают без каких-то проблем приехал блаб легких пт-шек забрали они одну спв-шку что плохо конечно вот карма решил двинуться вперед попал на огнеметчик огнеметчик конечно неплохо пострелял но тут вот довольно много их приперлась они постреляли сейчас не успеем не успеет румына зайти на точку как из леса их отстреливают калашисты на эти калашисты из леса бам-бам-бам и еще тут а нет креветочка креветочка против т4 никак до свидания тут же вылетает у соло и арчик немножечко бомбанет принципе хорошие действия от кармы великолепные прям молодец мы видим как две концепции щадо воюют крайне агрессивно ударная теперь от пикси и такая оборонительная но доход баланс похоже не оставляет шансов карме не успевает туда большие потери вот здесь вот так сейчас здесь хорошо кстати сил садится пак 40 як пантера но а не хватает вижна б потерян важный лесок из него сейчас будут долбить долбить будет много и остервенела по центру ничего не происходит сковородочка на сковородочку залетают кстати у кармы панзершрек здесь сидит он мог бы сюда пострелять мог бы сюда пострелять как-то он им действует не смело приехал хорошая групп бронегруппа только панзершрек может и остановить или уменьшить скорость маневренность этой бронегруппы долбанул сжег сковородку не хватает не хватает карме сил до большие потери были понесены здесь уже сейчас и это похоже на первые ужасные предвестники поражения не вытягивает баланс пулемет пак 40 не надо вам объяснять чтобы пока 40 нет никаких шансов его просто сейчас распилят но даже не собирается это делать вылетает сразу ярко и бам-бам билом бам-бам билом да видите удар здесь удар здесь удар здесь удар здесь плюс везде использование авиации расшатывает пикси пикси расшатывает карму довольно профессионально бах все да в одну сторону долбанулся в другой сторону долбанулся все как и должно быть хороший удар на деках самолетики долбанулся 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 да файтер бомберы все получше им вехам мне тоже может быть надо покатать за романью мара если я собираюсь играть ее похоже не банят дивизия сильная можно будет что-то сделать так панзершрек 2 стрелял много очень потерь нанес и сейчас хорхи убегают от панзершрека и он имеет единственное преимущество ну то есть единственный шанс если он тут позабирает будет очень неплохо пикси это понимает и сваливает от панзершрека флаг ци флаг ци флаг ци флаг ци флаг ци второй бы флагец вытащить сюда то есть здесь он бесполезен а вот туда бы было бы неплохо пикси нужно играть еще активнее мне кажется но он не активничает перерезал дорогу с подкреплениями да сейчас летает выбамбливает легкая пехота обнаруживает цели цели уничтожаются и армия профит классический удары бах все сейчас он раз и расколбасит гриль хорошо стреляет но это потому что грилю позволяют четверочка кубель кубель наверно был с пулеметом так два флага закрыли небо больше флагов на а не может быть следующей стадии нужно еще два флага сюда вытаскивать креветка против хорьха принципе креветки достаточно попасть чтобы отлетел но два раза уже промахивается на большой урон нанесли хорьхи перекрыли дорогу подкрепления здесь было все уничтожено спв-шка сейчас может отлететь потому что на такой дистанции хорьх ее распилит да видите плохо контролит карма неудачно разворачивается оба кстати смотрите сплошка 1 развернулась бах и еще в раздала прям прикиньте ситуация какая невероятно везет карме очередной раз приезжает гриль гриль спасли так пехота залезла села давай 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 карма ты должен заточить я болею за баланс за баланс за баланс хотелось бы чтоб чек на балансе победил шансов конечно это немного но все же я болею за баланс это явно так здесь у нас яр летает что у нас тут с пв-шка накидывает хорошо накидывает кстати так два яра вылетели ну тут 288 полет может быть недолгим грилек одного развернули а второго не успевают разворачивать поэтому пак 40 дарай прощай да пак 40 прощай тяжелая ситуация сейчас будет удар на центр с использованием вот этих вот странных машинок т4 заднем занял позицию и уже начинает хулиганить билет гренадеры выгоняют все но для гренадера хорошо это когда у тебя нет воздушной поддержки а у когда у тебя есть воздушная поддержка то без разницы пью пью и тебя нет ну чё дело пахнет кероситом да осталось вопрос техники вот это все стрелять на чем единственная сейчас держится карма это на двух флагах и сейчас эти два флага уничтожить то ситуация резко осложнится то есть из сложный она превратится на из критической она превратится в не берущиеся но пока флаги есть это еще ничего можно еще один флаг добавить сюда и тогда тут два флага будет и тут два флаг да и ситуация будет уже намного полегче но проблема в том что уже существующие флаги надо защищать это не успевает сделать карма потому что наваливаются на него сильно наваливается огромное количество пехоты довольно весело бежит вперед хорь чистит на чистит хорошо чистит все вы видите без меня ничего объяснять не надо карма получил удар посыпался вызвал подкрепление подкрепление посыпалось на открытке против зеленом кавери да то есть враг выбирал место боя время боя и позицию боя вот дальше получил удар с одной стороны выдержал но дальше продолжил сыпаться вот здесь вот уже ну вот подкрепление подкрепление отправлял отправлял все это подкрепление потерял потому что враг тоже насыщал получил удар еще раз с этой стороны посыпался то есть он да конечно здесь здесь потери были пикси намного больше чем у карма карма здесь очень великолепно отыгрывал но главное что хорьки проехали до пожгли немножко подкрепление затянули время дали возможность накачать уверенность вот пока карма возвращал позицию здесь получил удар по центру ну и все центр посыпался уже все что у него здесь есть не имеет значение есть это или нет вот эти войска все вместе держит один флаг 11 коров и 31 да этот флаг держится на одном бегляйте тут тоже умрет здесь вот флаг уже потеряно читаете в общем все понятно вот эти штуки хорошо себя показали видите лично подкрепление из пехоты ничего не сделает просто будет уничтожено как важно играть быстро и ими иметь четкое ощущение куда когда с какой скоростью бить игре получается очень очень мобильный хорьх поможет защитить да да все это будет уничтожено четверка получил от пока 40 хорошо а что же но здесь ох ты панзершрек контратака хорошая шансы большие только вопрос времени как долго он будет все это перемалывать 6 минус 3 довольно быстро закончится штурм тигр вот эта сила потеря важного флага ну все давай карма прощай даже несмотря на то что вот этим силам некому противостоять здесь просто некому их убить да они все все перемолят но у них на это уйдет какое-то время а этого времени у кармы нет здесь тоже по большому счету противостоять карме некому да то есть все это умирает от того что здесь есть но это требует времени а здесь вот такая два танка против одного не вытягивается такое ок то смотрите забрал пазик в борт огнем то есть как бы фигня фигней но настрелять то вполне может особенно на близкой дистанции крайне опасно 3 вот это атомный взрыв а сразу три отряда в ноль ух мощь то а мощь один флаг от воевал здесь опять же время-время-время-время-время-время-время резита сейчас эту четверочку отколбасит проехавшие разотруппаны сразу два флага вернули немножечко глидинг остановился да там минус 2 всего лишь ну сами понимаете минус 2 и больше чем надо то есть карму даже минус 1 сейчас не спасет уж минус 2 гарантированная смерть выстрел то будет не куда он там полетит час минус 2 хорошая позиция оба мажут ах они без лычек посмотрите они без лычек они поэтому пазики без лычек а там все с лычками поэтому бой и происходит так вот так ужасно конечно они одного забрали но только один бум в ответ прилетела два на одного первая авиация от кармы очень хорошо только надо было это делать до того кто устроил битву когда бы ты забрал их бесплатно и пошел бы дальше так карма тихонечко возвращает свои флаги до 8 флагов у него уже выстрел был что он тигром просто великолепным просто прям вообще великолепно да но флаг так и не удается забрать сейчас он будет кататься вот юшка настреляет она что-нибудь скорее всего нехорошие 2 аэра полетела за ней 2 р летят неправильно как мы видим да один флаг их развернет четверка заняла хорошую позицию отгоняет подкрепление до 2 флага бам-бам а ярки развернулись и улетели на юшка сейчас заберет карма выходит ну вот что интересный бой довольно динамичный пикси отыграл идеально других слов просто нет такие полноценные удары с одной стороны с другой стороны прям как надо обсыпал карму молодец пикси интересные игры но всем спасибо всем пока давайте до завтра